Здравствуйте, все, кто смотрит это Лидия. Меня зовут Лидия. Если кто помнит, я снимала несколько сюжетов криминальных по своим уголовным делам. Работаю с следователем по заболеваниям делам Республиканской прокуратуры. Ну, потом я посчитала, что все такие более-менее интересные дела, о них я рассказала. Общественно значимые, интересные раскрытия, расследования и так далее. И прекратила съемки. Но, тем не менее, моя дочь Даша, она постоянно настаивала, так сказать, ну, правда, не сильно натычила, о чем бы ни заговорили, какой-нибудь факт или что, а не снять ли об этом видео, я нет, кружу нету, неинтересно народу будет и так далее. Ну, здесь она меня просто, можно сказать, принудила, будем так говорить, я согласилась. Наконец-то вы это, потому что, сама не знаю, не считая эту тему особо какой-то интересной для широкого круга, рассмотрели фильмы, и речь ушла об огнестрельном, и особенно о холодном оружии. Она мне задала несколько вопросов в честь специальных, что такое холодное оружие, как это, что это, с чем его ведет, я ей ответила, а не снять ли об этом видео. Ну, ладно, так и быть, сниму, поэтому, простите, если вам не понравится, речь пойдет именно об оружии. Ну, я, чтобы освежить память, не стала доставать уголовный кодекс, нормального формата такого, а мне, моя дочь Даша, подарила, у меня в шкафу, так стоит, наверное, на месте, очень необычный уголовный кодекс, уголовный кодекс, иллюстрированный художником Алексеем Мериновым. Вы когда-нибудь слышали такое, чтобы уголовный кодекс иллюстрировался? Это достаточно серьезное, так сказать, издание. А тем не менее, издатели посчитали, что это очень известный художник, что читать так, вдруг кому-то придет в голову почитать уголовный кодекс, очень скучно и занудливо. Ну, действительно, там все это расписано чисто специальными терминами, а вот иллюстрированные, возможно, кому-то понравятся, и они будут, так сказать, смотреть эти иллюстрации в каждой статье, смешные, познавательные, интересные, просто квинтэссенция этой статьи, так сказать. И станут уголовный кодекс читать, потому что его чтить надо, как Остап Бендер говорил, ну, а чтобы что-то чтить, надо об этом знать, хотя бы представление о Малинии Семей. И вот она мне подарила вот этот уголовный кодекс, о чем я была безумно рада, не только уголовный, но еще и Крафтанский кодекс. И тоже иллюстрирован Алексею Мериному рекомендую. Вот здесь он сам на обороте, кстати, известный, вот этот самый художник. Ну, а теперь по теме. Дочь моя вообще очень замечательный человек, в смысле подарков она вообще изумительная. Она такой иногда подарит на все нерождение праздники, что я радуюсь, как дитя. Значит, это самое последнее изменение уголовного кодекс Российской Федерации. Ну, вот, он, теперь это статья 222-я. Она называется так. Незаконные приобретения, передача, быт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ну, потом, это название статьи, оно практически полностью перешло в диспозицию, то есть, дальше идет содержание этой статьи, так оно и называется. Ну, и мер наказания, вплоть до 4-х лет лишения свободы, начиная со штрафов и так далее. Достаточно серьезная. Эта статья, как и ранее, она находится в главе преступления против общественной безопасности, против общественной безопасности, оружия же все-таки. Здесь, и не только это, здесь очень большая такая глава против общественной безопасности, и общественного порядка, здесь хищение или вымогательство ядерных материалов, нарушение правил пожарной безопасности, то есть, уголовная ответственность, незаконное обращение к ядерным материалам и радиоактивными веществами, на объектах атомной энергетики нарушения, и т.д., и н.н. То есть, она достаточно большая глава. И раньше вот было не так, раньше это была статья 218, она содержала первую и вторую часть, то есть, первая часть говорила об ответственности за незаконное приобретение, там, вот и так далее, односильного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, а вторая о холодном оружии. Теперь это разные статьи. Вот то, что я вот зачитала, 222-я, это односильного оружия касается и боеприпасов к ним. А потом, еще 223-я статья, которая говорит о незаконном изготовлении оружия. Незаконное изготовление, переделка или ремонт агентственного оружия, его основные частей, равное незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и средственных устройств. Это первая часть. И, так же, как и 222-я статья, они содержат отягчающие обстоятельства, часть вторая по предыдущему сговору, часть третья организованной группой и так далее. Сюда же, еще статья 225-я, неодлежащая исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, вывчатых веществ и драгонных устройств. Надо сказать, что, что касается ответственности за незаконное сбыть, хранение, отношения, далее. Агентственного оружия, это касается только нарезного оружия. То есть нарезное, это там, где имеются специальные такие насички, нарезы. И патрон, пуля, выходя, так сказать, под давлением пороховых газов, когда проходит по этим нарезам, она начинает крутиться, и убойная сила при этом ее увеличивается в разы посреди изгладкоствольного оружия, просто патрон охотничий. Это, конечно, очень опасно. Очень опасное ранение причиняется, и поэтому за огнестильное нарезное оружие, само собой, все даже относятся к пистолете различного рода, начиная от Макарова, которая во вооружении в МВД, и кончается вальтерами, сметивесами и прочими делами, если кому-то удастся их добыть. Ну, я без слова скажу, что даже гладкосвольное оружие, за которое, так сказать, ношение, хранение и так далее не имеется уголовной ответственности. Но приобрести его очень сложно было и в мое время, да и сейчас достаточно сложно, потому что нужно обратиться в разрешительную систему, это специальный отдел в органах МВД, который выдает разрешение на приобретение лопоствольного оружия или любого другого. Нужно пройти Минкомиссию, очень тщательную проверку психиатра, не дурак ли ты, не маяк ли ты какой-нибудь, не стоишь ли ты там на отчете. Сюда же и наркологическую, и психолога, и т.д. Нужно, значит, добыть справку, вернее, характеристику с места работы, с морально устойчив ли ты, не вспомнить ли к нарушениям хотя бы задовой дисциплины и так далее, бытовую характеристику от участкового там и так далее, впрочем до Дома Совета. Развращительная система требует еще сама уже, естественно, запрашивает из МВД информационного центра сведения о судимости, судимы-то за что, когда погашены, не погашены и так далее и так подобное. То есть вся вот эта вот процедура очень тягомотная, такая длительная, еще и они посмотрят, как понравились все им, даже на морду лица, а то и не дойдут, дойдут когда-нибудь за горючку. А что касается наряженного, тут уж, конечно, у нас магазин в Шитове в США или в других западных странах по торговле оружием, поэтому добыть его в специальных местах, так сказать, один магазин, и естественно, за ним глаз да глаз, не сбудет ли продавец какому-либо лицу вот эти вот самые оружие, боеприпасы к ним, различные вещества и так далее и так подобное. Поэтому, как правило, все эти организованные воркюровки, бандиты, они добывали определенным путем, незаконным, понятное дело. Поэтому, конечно, если я применял, это последствия не прокурорская, а медицейская общество страненное. Поэтому, если я и применял эту статью, то есть предел обвинений по статье за незаконное охранение, приобретение оружия и так далее, это по совокупности, то есть либо с бандитизмом, с убийствами и так далее, и так далее, и так подобное. И такие дела были, я помню, я рассказывала вам об одном деле, оно было старое такое, совсем никаких просветов, несколько убийств было, организованные воркюровки, но были данные, кто это, потому что все организованные воркюровки, ну практически все, они научились с этим, в особом отделе по борьбе с организованной преступностью, поэтому знать-то знали, доказать-то, извините, шиш. И поэтому прошло уже на года два-три, с момента совершения этих, это дело потом передали мне, его возобновили, но было приостановлено за неустановлением лиц, совершивших эти преступления. Ну, мне, с помощью моего любименького уголовного розыска, и с работниками ТК, где уже замало значительных преступлений, там кражи и прочее, некоторые из этой группировки уже находились в колонии, и при содействии родственников уголовного розыска и в колонии общими усилиями нам удалось все-таки доказать совершенно организованной группировкой этих преступлений, убийств в том числе и других тоже, и мы тогда изъялись впервые, я видела такое, только в фильме. Тогда, значит, мы получили показания от одного из участников этой группировки о том, какое оружие у них хранилось, чем они пользовались, чего и как, потому что были изрывы, были однистрельные ранения, причем прямо на улице, около вермага, страдали невинные люди совершенно, беременная женщина, помню, была убита вот такими выстрелами. Поэтому нам удалось получить седение, что у них оно спрятано до породы времени под опорой одной из опор моста через реку Бакан, но опора и там насыпь такая, можете представить, что мост огромный, поэтому мы взяли с собой собачку, я об этом уже рассказывал, маленькая такая собачка, но умная страсть. Кстати, скажу, что потом ее в Чечню с хенологом отправили, и там она взорвалась на меня, и погибла, жаль. Очень жаль. И вот мы, значит, выехали там огромной опергруппой, указали местным примерно, где это начали копать, собачка, значит, там ябкала, бегала, унюхала, где. И мы изъяли огромный, значит, вот узел, завязанное там в одеяло, все на свете, брезенты. Я впервые видела радиоуправляемые гранаты, автоматы, там различного рода и такие, сякие, там патроны, еще там взрывчатые, самодельные такие, то есть целая куча, только козла жилища, сфотографировали, она облядна. Вот, такого количества оружия мне за мою 30-летие деятельность приходилось изымать, вот сама была удивлена. Вот, это что касается огнестильного оружия, надо сказать, что хранить его нужно очень-очень с соблюдением там втражающих правил. есть специальные работники, нужно, во-первых, даже и глупоствольное оружие, нужно его хранить непременно в сейфе. Сейф должен быть там оборудованный так и всяко, всяко разно, со всякими кодированными, чтобы доступа никто не имел, никто и никогда, особенно дети, это не было уголовное дело, но, правда, в моей практике, когда отец, как бы, когда оно и в сейфе хранилось, но сейф открытый, было совершенно просто, и его сын взял ружье, стал с приятелем, баловаться, нечаянно нажал на спусковой крючок, оружие было заряжено, увы, чего тоже не следует делать, и убил этого самого приятеля. Поэтому, а тот, недостигающего возраста, был ответственный, еще не было 14 лет, а вот папинку-то, мы привлекли за неодлежащее хранение гостейного оружия, что повлекло столь тяжкие последствия. Ну, и теперь, значит, здесь вот такая картинка омеренного, это вот, что касается, так сказать, оружия. А тут радиоактивный отходок, посмотрите, сыр, так сказать, этот, ой, сыр ворованный, вот такие вот потешные, как видите, они в каждом, в каждой статье уголовного кодекса. Ну, что касается холодного оружия, ответственность за ношение холодного оружия не столь строга, как огнестили, но понятно, что оно не столь опасное, вот, и оказывается гораздо меньше, в основном, связанное с лишением свободы, и было так, и сейчас тоже, но, что такое холодное оружие? Это не кажется, там, ножичек, там, будь то финка по виду, либо там, еще чего-то. Нет, оно должно отвечать определенным критериям. Эти критерии знают только наши криминалисты, будем так говорить. Когда я не занималась подобного рода делами, не сталкивалась с холодным оружием, то, понятно, мне было неизвестно. Потом уже, то есть, при изъятии любого орудия, похожего, так сказать, на нож, там, фильм, куда-то, то еще, опять-таки, на глаз нельзя определить, что это такое, это холодное оружие или нет, или кухонный нож, обыкновенно, хоть там клеймо есть. Это только криминалисты, у них есть специальные критерии, там должно быть определенное содержание железа, стали, то есть, на излом, на изгиб, они проверяют на специальном оборудовании, и вот, насколько гибкие, насколько, значит, эти параметры соответствуют, есть ли ограничители, обязательно, для удобства, как рукоятка крепится, и так далее, то есть, вот, все эти, но, особенно, конечно, клинка все это касается, вот, комменалисты, наши эксперты, только они могут дать заключение, является это холодным ножем, либо нет, причем, ответственность за него, за изготовление только, и за ношение, а за хранение нет, если у тебя там есть какой-то ножичный хранение, в дальнем углу, отверстие, это не воспользовался, правда, и все, ответственность за это не наступает, уголовная, по крайней мере, есть еще и административная ответственность, за мелкие нарушения, там, по хранению, даже и оружие, такого-сякого, разы, такого, послуженного особенного, вот, поэтому, на первый взгляд, вот, те же охотничьи, ножи, они, уж явно, так сказать, холодные оружие, ножнах там, и так далее, и тому подобное, но в заключение, прийти за все равно надо, являетесь самым холодным оружием, нет, или это подделка какая-нибудь, всякое же бывает, если у вас лекарства, извините, в оптике до 50%, то и больше подделят, все уж говорить о ножах, сам Бог велел, выдавать, и за шпицарские, и еще раз Бог знает, какие, какие-то другие, вот орудия, даже колющее, режущие, они не относятся к холодному оружию, и ответственности головные они несут, даже если они обладают достаточно такой убойной силой, возьмем кастеты, представьте, что кастета на пальцах называется, это свинцовая, достаточно, ну, удар этим кастетам по голове, особенно весут, смертельные звезды убывают, или различного рода заточки, например, я вот упоминала тоже в прошлом Союзе дело братьев Крыловых, так вот, старший Крылов, которого водили даже в тюрьме на Сибирске с собаками, на ручниках, и с собаками, потому что иначе не управляем, кидался на всех веся, не говоря уже, что тогда его выводили, перевозили из СИЗО, сюда ВВС, для того, чтобы проводились с ним следственные действия, так вот, опозлился настолько, что отломил вот в камере ВВС, там нары, ну, представляете, что нары, это дощательный стил такой, где несколько человек спят, и они крепятся штырями такими, он ведь сумел отломить, вот знаете, вот в палец толщиной, даже, наверное, толще, вот такой вот штырь, и полы бетонные, и вот он, я не знаю, сколько времени, он его точил, один край этот точил, и точил, и точил, пока вот острие, вот, ну, прям шило, натуральное, причем вот, сдачет, на такую, ну, меня, вот такая вот заточка, готовилась на меня, ну, меня две, так сказать, можно было приткнуть этой самой заточкой, так вот, вот он вроде хоть и изготавливается, и вроде бы убойной силы, и явно она изготавливается для поражения, живой цели, ну, не обязательно человеку нужны, собаку, кошку, бузыр, или кого, в зависимости от психики человека, то есть для поражения живой цели, вот такая заточка холодного оружия мне является, поскольку она не обладает там и параметрами вот этого клиника, и ограничителя, и рукоятки, и так далее, которые вот к холодному оружию обычно применяются. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все, что я хотела сказать вам в оружии, поэтому будьте бдительны, будьте осторожны, испытайте вот эти требования, особенно уголовного удостовероссийской федерации. На этом все. До свидания.